Вопрос, казалось бы, действительно многократный, задаваемый, и, казалось бы, на него существует абсолютно четкий ответ. И, в общем-то, лет 15 назад я бы так сказал, что в соответствии с законом о психиатрической помощи, подробно смотрим ссылку на экран, постановка на учет психонарологический диспансер осуществляется с согласия пациента либо по решению суда. Соответственно, если вы не высказываете желание встать на учет в ПНД, соответственно, для вас это абсолютно ничем не грозит. Смело идите в ПНД, вы решаете за помощью, получаете помощь, лечения и так далее, и так далее, для вас ничего страшного не будет. Ну, если единственное, что, конечно, да, Ростовство будет очень тяжелым, вы не будете сотрудничать с врачами, ваше состояние будет соответствовать 29 статье закона о психиатрической помощи, точнее 27, 28, 29 статье, и будет требовать лечения недобровольного порядка, вот только тогда в чей суд может быть принято решение недобровольной постановки на учет, и тогда, да, какие-то последствия могут быть. Так бы я сказал 15 лет назад. Однако, 15 лет практики, к сожалению, вносят свои коррективы. И хотя, да, по букве закона о психиатрической помощи постановка на учет является делом добровольным, то есть согласие пациента либо по решению суда, если для этого есть основания, мы можем наблюдать такой феномен, когда человек, однократно обратившись за помощью в ПНД, за консультативной помощью, не по поводу тяжелого хронического заболевания, тем не менее, получает эту запись, получает эту фиксацию своего факта обращения в ПНД, и в дальнейшем у него возникает масса сложностей в получении правок для вождения, для ношения оружия, при трудоустройстве и так далее, и так далее, и так далее. При этом надо сказать, что критерии оказания вот этой его помощи, критерии фиксации хронического тяжелотекущего с тяжкими последствиями для здоровья психического расстройства крайне размыты. Мы говорили об этом в наших видео, посвященном нарушению внимания, смотрим ссылку на экране. Мы рассматривали эти вопросы в других видео, также смотрим ссылки на экране, но тем не менее, вопросы повторяются, приходится отвечать снова и снова. Формально, естественно, если человек однократно обратился за помощью, если он получил лечение и дальше уже за помощью не обращался, это по идее никак не должно повлиять на его право на вождение автомобиля, это никак не должно повлиять на его право владения оружием, это никак не должно влиять на его трудоустройство, тем более, если это было 5-7-10 лет назад. Тем не менее, мы наблюдаем такие ситуации, когда человек, не имея даже установленного психиатрического диагноза, а имея вот это вот однократное обращение без какого-либо дальнейшего лечения, без каких-либо данных о том, что его расстройство сохранилось или прогрессировало или утяжелилось, тем не менее, не может получить справку. Не может не только не получить справку, но и не получить ни одного обоснования, почему ему эту справку не дают. Опять же, по букве закона эти данные не должны предоставляться никому, кроме как правоохранительным органам по запросу прокуратуры, либо по решению суда. Тем не менее, мы опять-таки сталкиваемся с ситуацией, когда информация о учете в ПНД каким-то образом просачивается из этого учреждения. И она попадает и к работодателям, она попадает к партнерам, она попадает вообще к посторонним лицам. Каким образом, не знаю, не всегда это происходит. Не могу утверждать, конечно, что поголовно и кругом так бывает, но тем не менее, к сожалению, такие факты есть, они присутствуют, эти вопросы мне задают регулярно. Поэтому я не могу сейчас вам сказать, что обращение в ПНД абсолютно ничем для вас не обернется. К сожалению, наличие вот этих вот субъективных лазеев для того, чтобы превратить либо состояние, которое имело место быть несколько лет назад в хроническое тяжелое расстройство, либо, наоборот, трансформировать хроническое тяжелое расстройство в ничего не знающее состояние, которое якобы ни на что не влияет, оно, к сожалению, присутствует. Субъективность оценок присутствует. Невозможность провести параллельную независимую экспертизу. Самое главное то, что эта параллельная независимая экспертиза, как правило, не учитывается судом, тоже присутствует. По поводу субъективности в судебной психиатрии, к сожалению, написано и сказано очень много. Пожалуйста, независимая психиатрическая ассоциация просто завалена этими вопросами, проблемами, обращениями. Тот же самое дело школьного стрелка. Мы делали видео по этому поводу непосредственно после его задержания. И тогда, в общем-то, я высказал, к сожалению, верное предположение, что дело будут раскручивать именно на признание его невменяемым. Хотя никаких данных ни на тот момент за невменяемость, ни на сегодняшний момент нигде, в общем-то, внятно не было услышано. Все делается с закрытыми дверями. В суд поступает только решение. Эксперт практически ничего не говорит. И решение принимается весьма и весьма субъективно. Опять-таки, я не хочу распаривать решение экспертизы по тому же самому школьному стрелку. Я не владею информацией. Этой информации нет, она недоступна. Ее нельзя увидеть, ее нельзя прочитать, ее нельзя получить. Возможно, там все и справедливо, и правильно. Но, опять-таки, этой информации нет. К сожалению, вот эта вот тенденция к закрыванию информации, она присутствует у нас в сфере образования. Смотрите недавнее видео по влиянию образования на здоровье детей и подростков. Она присутствует и в сфере психиатрии. Смотрим видео по нарушениям закона о психиатрической помощи. Поэтому сказать однозначно, что идите в ПНД, получаете помощь и ничего не бойтесь, я не могу. Если вы сообщаете свои установочные данные, свою фамилию, имя, отчество, свой номер паспорта, а это обязательно при посещении ПНД, то вы не можете быть гарантированы о том, что эта информация стопроцентно будет сохранена и никогда ни на что не повлияет. Если у вас есть возможность, конечно, лучше получать такую помощь анонимно, без указания своих установочных данных. Это мое мнение. Если бы мне такое потребовалось, я бы, безусловно, делал бы это исключительно в анонимном порядке. Но, опять-таки, я не говорю, что всегда и всюду происходят какие-то нарушения. Безусловно, большая часть врачей-психиатров и медучреждений окажут, их психиатрическую помощь работают честно и в соответствии с законом. Но, поскольку гарантии 100%, что вы не попадете на вот отдельно взятые недостатки, нету, то лучше подстраховаться сразу. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте www.mednauka.net и на нашем канале на портале YouTube.com Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.